Приветствую вас. Насколько я могу следить? Основная проблема заключается в том, что вы хотите нежности и любви, но когда кто-то начинает это проявлять, у вас появляется защитная реакция на это. Вот, то есть как бы вы хотите, но либо боитесь, либо защищаетесь, либо не разрешаетесь. Ну принять, любовь принять, лавку принять, заботу, да, вот. Причинами тому являются, как правило, заниженная самооценка, защатость, стыд, непринятие себя, страхи. Вот вы говорите, что вы ужасно нервничаете, то есть тревога, вот. Низкий эмоциональный интеллект в плане того, что вы, ну, не понимаете себя. Да, да, да. Вот. Не понимаете свои чувства. Вот. Не понимаете, что они значат. Вот. И, соответственно, по этой причине, значит, у вас возникает такая ссора. Здесь, конечно, нужно анализировать ваши чувства, во-первых. Вот. То есть, ну, смотрите. Вот вы говорите, что становится грустно. Сейчас заплачу, реву, да. А грустно становится от чего, да. По какой причине. Вот. То есть, тут вот всё нужно исследовать, смотреть. Разбираться с вами, да. Дальше. Так. Чисто печали. Каждую ночь настигает меня. Дорвется на ночь, когда что происходит? Всегда контроль, да, своими эмоциями ослабевает. Печаль – это что? Неудовлетворенность. Это различные негативные чувства, которые вы накапливаете в себе, ну, в течение дня. Вот. Это негативные представления, негативные выводы, в том числе и о себе, негативные мысли. Ну, вот. Это, что называется, эмоциональный эгоизм. То есть, вот, вы не разделяете себя и других людей. По-видимому. По-видимому. То есть, эээ… другие люди, эээ… их действия, их поведение, да, эээ… рассматривается вами эээ… исключительно, исключительно. В… собственном… контексте. То есть, они это делают из-за меня, они это делают, эээ… по направлению ко мне, ну, и так далее. И так далее. Понимаете, да? То есть, вы не отделяете себя от других людей, как мне видится. Это проблема личных… личных границ. Вот. Ну, и, конечно, эээ… свобода здесь тоже играет очень большое значение. То есть, что такое свобода? Что это? Что имею в виду свобода? Говора «свобода»? Это… возможно, спонтанно проявлять свои чувства, да. То есть, вот вы говорите, что, эээ… я ужасно нервничаю. И… из-за чего вы нервничаете? Первый момент. Второе. Особенно, когда со мной начинают говорить. Плюс, если я ещё в пассивном состоянии, то вообще говорю о злости. С чем связана злость? Что такое злость? Злость – это рэкетное чувство. То есть, ну, приобретённое, а не аутентичное. Злость – это, скажем так, альтернатива. Выбранная альтернатива, ээ… ну… настоящему чувству. Аутентичному чувству. Да? Вот. То есть, вы говорите, что, когда со мной начинают говорить, плюс я ещё в пассивном состоянии… Пассивное состояние – это что? Это, может, депрессивное состояние, то есть, подавленное состояние, подавленное всегда кем-то. А, то есть, кем-то, чем-то. То есть, какими-то нормами, например, какими-то взглядами, какими-то, там, с точками зрения, например. А, то есть, тут, ну, тут по-разному бывает. Либо подавленное состояние, либо состояние апатии. А апатичность – это, с одной стороны, нежелание что-либо делать, ну, просто потому-то не хочется. То есть, отсутствие своих собственных эээ… мотиваторов. Вот. Либо это защитная реакция от действия нескольких центробежных эээ… значит, эээ… ну, нескольких, от действий нескольких центробежных сил. Вот. А, значит, ну, которые на вас эээ… действуют. Вот. Знаете? То есть, вот это всё, всё это нужно, конечно, так же исследовать. То есть, понятно, да, что у этого есть причина. И понятно, что связано с тем, что вы о себе не забудете. Мне не хочется разговаривать с людьми. Почему? Мне так не хватает теплоты и нежности. Ну, как начинаю отправлять это чувство, сразу начинается какое-то отвращение. С чем оно связано? Отвращение – это тоже рекордное чувство. Это не настоящее чувство, не… эээ… неестественно. Вот. Я не знаю, что со мной. Помогите разобраться от себя. Ну, нужно на индивидуальной консультации с вами обо всём подробно разговаривать, какая у вас ситуация в семье, насколько вы реализованы, насколько вы свободны, нет ли у вас противоречий, ну, какие у вас преобладают мысли, да. То есть, со всем вот этим вот тем нужно работать и разбираться. Я уверен, что будут выявлены определённые запреты и определённые сценарии. Например, сейчас вы живёте в сценарии без ума, когда вы не понимаете, что происходит, не думаете, не анализируете то, что с вами происходит. Вот. Ну, это всё можно исправить. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в дурак помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok